Ребятки, привет! Это уже четвертая подборка крутых гаджетов Xiaomi. На этот раз без подготовки к какому-то празднику. Просто подборка из четырех гаджетов, о которых вы, возможно, могли не знать. А почему бы и нет? И давайте так. Если я смогу вас удивить, то вы поставите лайк этому ролику и подпишитесь на канал. Договорились? Начинаем! Ах да, чуть не забыл. Правила нашей рубрики «Быстро, по порядку и без воды». Вот теперь начинаем. Электрический термос «ДЕРМА». Упаковка максимально простая. Внутри, как всегда, инструкции на китайском. Сам термос, а внутри него кабель питания. Вилка китайская, да и разъем не Type-C, к сожалению. Приятный на ощупь корпус из матового пластика. Высота 222 мм, ширина 76 мм, вес 300 грамм, объем 350 мл. Внутренняя капсула изготовлена из нержавеющей стали 304. Имеется трехслойная защита от ожогов. На крышке расположен клапан для выпуска пара, а разъем для питания находится под водонепроницаемой заглушкой. По использованию в основном все по классике. Наливаем горячий напиток и в любое время, используя крышку как стаканчик, попиваем его на природе, по дороге на работу и так далее. Но есть еще функция нагрева. Сам термос, он же термокружка, умеет кипятить и нагревать воду. Как это работает? Наливаем горячий или холодный напиток, подключаем питание, на сенсорном дисплее выбираем необходимую нам температуру, пусть будет максимально 90 градусов и ждем. Спустя примерно 5-6 минут получаем почти кипяток. А если воспользоваться первой кнопкой, то термос будет постоянно нагревать воду, удерживая заданную температуру. Плюсы, думаю, очевидны, минусы, как по мне, это необходимость наличия розетки и более быстрое остывание напитка по сравнению с обычными термосами. Но дальше интереснее. Портативная колонка Xiaomi Mi Portable. Вот этот гаджет прям влюбляет в себя. Крохотная, но красивая коробка, внутри только колонка и инструкция, а хотелось бы еще кабель питания и какую-нибудь петельку на руку. Ну да ладно, корпус очень маленький, его вес составляет всего 85 грамм, а размеры 52 на 52 миллиметра. Вот для сравнения кейс с беспроводными наушниками. Понимаете, какой он компактный. На корпусе Type-C для зарядки, микрофон, прорезиненные ножки, кнопка включения и кнопка активации голосового поиска, которую можно смело назвать бесполезной, если вы не знаете китайского языка. Да, это китайский голосовой помощник, который, кстати, может позволить добавить колонку в Mi Home. В остальном все проще некуда. Bluetooth пятой версии, аккумулятор на 480 махов, этого хватает на 6 часов при воспроизведении музыки на средней громкости. Заряжается от 0 до 100 за 2 часа, дальность беспроводной связи заявлена 10 метров. Мощности звука целых 2 ватта, громкости на маленькую компанию из одного человека и кошки хватает. А если серьезно, то колонка на максимальной громкости звучит примерно так. Субтитры создавал DimaTorzok Из хотелок могу отметить отсутствие разъема AUX и кнопок регулировки громкости. В остальном просто маленькая прелесть, которую я, пожалуй, оставлю себе. Идем дальше. Беспроводная настольная лампа E-Lite. Простая коробка с изображением самого гаджета, внутри инструкция и кабель питания microUSB. Сама лампа белая, существует еще красный вариант. Корпус полностью изготовлен из ABS пластика. На нем имеется разъем для питания и единственная кнопка включения-выключения и смены режимов. Максимальный угол наклона лампы 120 градусов. Уровня яркости 3. Самой низкой яркостью светильник проработает до 40 часов от одного заряда аккумулятора. В среднем режиме до 8 часов, а в максимальном режиме до 4 часов. По цифрам ситуация следующая. Аккумулятор емкостью 1800 мАч, световой поток 200 люмен, мощность освещения 5 Вт, цветовая температура 3700 Кельвинов. Ну и последний гаджет на сегодня. Умный замок UODI. Простая белая коробка, внутри сам замок, кабель microUSB и инструкция. Никакого ключа. Ваш ключ это ваш отпечаток пальца. И все работает довольно просто. Имеется сканер отпечатков, добавляем до 20 пальцев, прикладываем один из них и через долю секунды замок открыт. Это как разблокировка вашего смартфона, только физическим. Автономности замка хватает на целый год, после его нужно зарядить в течение часа и снова пользоваться весь год. Ушко изготовлено из нержавеющей стали 304 толщиной 4 мм, которое не боится даже силового воздействия. По крайней мере так заявляет производитель. А сам замок изготовлен из цинкового сплава и полностью защищен от брызг и пыли, отлично работая в любых условиях. Это тоже цитата производителя. Ладно, поскольку я обещал быстро, по порядку и без воды, подробную пошаговую инструкцию, как добавить отпечаток, как удалить его или обновить, я оставлю в описании. А вот разные сценарии использования, я думаю, вы придумаете сами. На этом все, друзья. С вас лайк, подписка, колокольчик и комментарий по теме ролика. Увидимся, пока. Субтитры создавал DimaTorzok